В Ижевске прошла ассоциация законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа. На пленарном заседании под председательством полпреда президентов ПФО Игоря Комарова обсуждали подготовку кадров для высокотехнологичных производств. В обучении будущих специалистов должны участвовать и сами промышленные предприятия. Президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие пять лет подготовить специалистов для работы в промышленности, сельском хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе. Надо сказать, что для предприятия ВПК было подготовлено за последние полгода порядка 60 тысяч кадров в УФО. Это один из самых высоких показателей. Мы, наверное, одни из первых, кто всерьез стали заниматься этим вопросом. В этом ключе законодательная власть должна не только подготовить предложение на федеральный уровень, но и стараться решить бюджетные вопросы и регулировать региональное законодательство. Обсудили также развитие системы правового просвещения жителей по Волжье и оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. С докладом выступил председатель областного парламента Валерий Малышев. Он отметил, что 20 лет назад законодательное собрание Ульяновской области внесло безвозмездную юридическую помощь и правовое просвещение граждан в разряд важнейших мер социальной поддержки населения. Очень важно было сегодня обсуждение мер информационной поддержки и бесплатное оказание юридической помощи, зачастую бесплатной тем, кто в этом нуждается. И действительно хотел отметить и качественный доклад, который был подготовлен Самарской областью и Ульяновск, и другими регионами по тем мерам, которые предпринимались для того, чтобы действительно не только были заявлены эти меры, не только выделены были следствия, а то, что для всех для нас важно, чтобы люди воспользовались этой помощью. Бесплатно получить юрпомощь в регионе могут в том числе участники СВО и их семьи. Игорь Комаров предложил остальным субъектам также закрепить законодательно право на предоставление помощи военным и их родным.